Недавно вышла новая игра Ice Cream 7. Я уже выложил ролик про неё, который вы можете посмотреть на канале. И сегодня я поговорю о теории. И также скажу, что же будет в Ice Cream 8. Погнали! Ням-ням! Итак, в данной игре были предоставлены очень много ростальгических моментов. Например, вот этот игровой автомат, которого, видимо, после второй части Рот выкрал из магазина игрушек и сам начал там рубиться и побил мировой рекорд. Также немного странно то, что здесь открыты некоторые отделы парковки. Вряд ли хозяева, все вместе забыли их закрыть. Скорее всего, здесь орудовал Рот вместе с Ломом. Стоило, ничего по сути не изменилось. В цехе с мини-родами тоже есть кое-что интересное, а именно эксперименты. Насколько мне известно, в комнате, где мы начинаем игру, нет трубы, из которой мы упали. То есть до этого было что-то ещё. Скорее всего, Рот поймал лис и запер в комнате с экспериментами. Ну а теперь мясо! Сразу отпустим вот эту газету с тем, что родился здоровый мальчик Рот. Всё это мы прекрасно знали до этого. Нас больше интересует вот эта книга заклинаний. Да-да, та самая книга, которую Джозеф Салливан украл у монашки ещё в молодости. Оказывается, монахиня нашла эту книгу в тайной библиотеке школы. Не исключено, что это бункер. А теперь давайте перенесёмся к кат-сцену, где Рот говорит то, что он видел розовую комнату. И поскольку Рот имеет эту самую розовую комнату на фабрике, получается то, что он как-то её добыл. А теперь вспомните то, что монашки связаны с мистикой и даже волшебством. А в этой книге есть заклинания. Поэтому я ставлю 100% то, что эта розовая комната – это нечто волшебное и взятое из этой самой книги. То, что помогло создать мистическую силу и дать волю Джозефу Салливану создавать мороженое и стать знаменитым. Именно поэтому монашка так разозлилась и приказала Филиппе убить Джозефа. Потому что вся его слава за счёт её книги. Помимо этого Рот часть своего детства думал, что он девочка. На всякий случай осуждают. И поэтому ему досталось это платье. Единственный вопрос теперь – как Джозеф забрал к себе Рота? Ведь монашка его ненавидела ещё со времён второй монашки. Но думаю, это мы узнаем в восьмой части. Кстати, о ней. Что же там будет? Помните, в прошлом видео про мороженщика я говорил о том, как бы классно было, если в восьмой части мы будем играть за всех четырёх персонажей? А именно Джей, Чарли, Лис и Майк. И поскольку фабрика у нас закончилась, и больше этажей тут мы не видим, скорее всего мы будем путешествовать по всем локациям фабрики. Да, там где был Майк, кухня, место с мини-родами – всё это мы скоро увидим в одной игре. Также не нужно забывать про монашку, которая пришла к Роду. Ну и ещё меня смущает вот эта палатка на фургоне Рода. Что это за торпеда? Надеюсь, что мы это увидим в скором времени. Ну, соответственно, это будет в финал. Возможно, мы свалим на фургоне прямо в окрестности. И, возможно, мы впервые увидим родителей Джея. О дате выхода говорить сложно. Это может быть в марте, мае, июле, осенью или даже под Новый год. Мы будем ждать. Ну, а на этом моменте я хочу закончить это видео. Друзья, пожалуйста, поставьте лайк, потому что я очень старался для этих теорий. Всем удачи, пока-пока. До скорого. Удачи!